Всем доброго дня! Это Гелиос Сар и учебник География 5-6 класса серия Полярная Звезда издательства Просвещения. Параграф 34. Реки, артерии земли. Часть 1. Как устроены реки? Реки буквально опутывают почти всю сушу. Вы не увидите их лишь в пустынях и на ледниках полярных областей. Хотя и в пустынях есть пересыхающие водотоки, которые обозначают на карте голубой пунктирной линии. Вспомните, как происходит круговорот воды в природе. Большую часть выпавших на сушу осадков множество водотоков несут обратно в океан. Реки – обычно постоянные потоки поверхностных вод, текущих в выработанных ими углублениях, руслах. Самые длинные реки на Земле – Амазонка, Нил, Миссисипи. В России к самым длинным относятся Лена, Обь и Енисей. Далее. Земная поверхность не бывает абсолютно ровной, поэтому вода стекает под уклон, постепенно размывая для себя углубления – русла. Самый маленький водоток – ручей. Ручей постепенно сливаются в малые речки, а те притоками впадают в большие, а затем и в главные реки. Главная река с притоками образует речную систему. Площадь суши, с которой река собирает воду, называется речным бассейном. Самый большой бассейн у Амазонки – 7,2 миллиона квадратных километров. Границами речных бассейнов служат водоразделы – условные линии на поверхности Земли, по разные стороны от которых сток идет в разные речные бассейны. На физической карте России в приложении красная линия водораздела ограничивает бассейны реки Лены. По противоположным склонам от водораздела реки стекают в бассейне других речных систем. Реки обычно сильно извилисты. Изгибы русла называют излученными рек или меандрами. На рисунке 76 показаны части реки. Начало реки – это ее исток. В районе истока даже очень крупные реки, совсем небольшие – это верхнее течение. После того, как река получает воду из своих притоков, она становится более полноводной. Это уже среднее течение. Место впадения реки в океан, море, озеро или другую реку называют устьем. Перед устьем в своем нижнем течении река обычно наиболее многоводна. Исток расположен выше устья, и течение воды в реке направлено от истока к устью. Превышение истока над устьем называется падением реки. Если встать лицом к устью, а спиной к истоку, то справа будет правый берег реки, а слева – левый. На карте России по левому берегу в Лену впадает правый приток Вилюй. Вот это, собственно говоря, стоит запоминать. Как определить, где правый, где левый берег? По течению реки. Вы встаете лицом туда, куда течет река, спиной туда, откуда течет река, и таким образом справа у вас правый берег, а слева – левый берег. То есть, если вы будете стоять, например, спиной к течению Волги, особенно в ее среднем и нижнем течении, то сзади у вас будет север, перед лицом у вас будет юг, следовательно, река будет течь с севера на юг, но это в среднем и нижнем течении. Далее. Каждая река имеет исток, русло, устья. Река может иметь притоки или сама быть притоком и является частью речной системы. Откуда берется вода в реках? Для рек главные источники питания – поступление воды – дождь или талые снеговые воды. Кроме того, почти у всех рек есть и подземное питание, то есть в реки поступают подземные воды. Некоторые реки, преимущественно горные, пополняются водами от талых ледников. У подавляющего числа рек – смешанное питание, но всегда есть главный источник. Откуда и сколько воды получает река, зависит от климата той местности, где она протекает. Самые многоводные реки на нашей планете – Амазонка в Южной Америке и Конго в Африке. Они берут начало в районе экватора, где выпадает очень много дождей. В России самая полноводная река – Енисей. В нашей холодной стране у большинства равнинных рек главное питание – снеговое. Например, реки Подмосковья получают примерно 65% воды при таянии снегов, 25% обеспечивают подземные воды и всего 10% от дождей. Источники питания рек – дожди, снег, ледники и подземные воды. Стоп-кадр. Енисей. Два описания Великой Сибирской реки. Не в обиду будь сказано ревнивым почитателям Волги, в своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея. Пускай Волга нарядная, скромная, грустная красавица, зато Енисей – могучий, неистовый богатырь, который не знает, куда девать свои силы и молодость. На Волге человек начал удалью, а кончил с тоном, который зовется песнью. Яркие и золотые надежды сменились у него немочью, которую принято называть русским пессимизмом. На Енисеи же жизнь началась с тоном, а кончилась удалью, какая нам и во сне не снилась. Так, по крайней мере, думал я, стоя на берегу широкого Енисея и с жадностью глядя на его воду, которая со страшной быстротой и силой мчится в суровый ледовитый океан. На берегах Енисею тесно. Невысокие валы обгоняют друг друга, теснятся и описывают спиральные круги. И кажется странным, что этот силач не смыл еще берегов и не пробуравил дна. На берегу, на этом берегу, Красноярск, самый лучший и красивый из всех сибирских городов. А на том горы, напоминавшие мне о Кавказе, такие же дымчатые и мечтательные. Я стоял и думал, какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега. Это из Антона Паочи Чехова, из его записок из Сибири. Енисей, или Иоанесси, по-эвенкийски большая вода. Самая многоводная река в России. Образуется слиянием Большого и Малого Енисея в пределах Тувинской котловины. И далее течет под названием Верхний Енисей, Улукхем. Затем в узком ущелье прорывается через горы Западного Саяна в Минусинскую котловину, куда входит уже мощной рекой шириной более километра. После того, как преодолены отроги Восточного Саяна, Енисей течет почти строго с юга на север, по границе Западно-Сибирской равнины и Среднесибирского плоскогорья, образуя важный географический рубеж на севере Азии. При пересечении отрогов Енисейского кряжа в русле реки находятся Осиновский и Казачинский пороги. В низовьях Енисей разбивается на два рукава. Ширина русла достигает 20 километров, глубина до 20 метров, а ниже дудинки и до 25 метров. Впадает в Енисейский залив Карского моря одним руслом – горлом. Запомните, речная система, речной бассейн, водораздел, русло, исток, устье, падение реки, источник питания реки. Вопросы, но перед этим не забудьте подписаться на нашу группу ВКонтакте, ссылка на нее есть в описании под видео. И здесь, значит, первым вопросом нас просят найти на карте реки Волгу, Амазонку, Конго, Енисей, Нил, Лену, От, Миссисипи, Янцы, Амур, Ангару. И, собственно говоря, открываем самую простую карту Яндекса и сразу же видим – вот она, река Волга. Волга течет почти через всю русскую равнину и далее. Сначала она течет с запада на восток, потом с севера на юг. И впадает, обратите внимание, она впадает в Каспийское море. Здесь, возле Волгограда, можно очень легко перепутать Волгу и реку Дон. Вот она, река Дон. Дон впадает в Азовское море, а Волга впадает в Каспийское море. То есть вот такая вот специфика. Далее, значит, переходим уже чуть дальше и видим некоторые другие реки. Например, вот он, собственно говоря, Енисей протекает через Красноярск и впадает в Северный Ледовитый океан. Вот она, Обь, протекает через Новосибирск и далее впадает, соединяется с Ртыщом и опять-таки впадает в Северный Ледовитый океан. Вот она, Лена, тоже одна из великих рек, протекает через Якутск и опять-таки впадает в Северный Ледовитый океан. А далее нас интересует река Ангара. Эта река впадает в Енисей, но у нее есть одна особенность. Она вытекает из Байкала, озера Байкал. В Байкал впадает чуть не тысяча разных рек, а вытекает всего одна. Это река Ангара. Очень серьезная и весьма крупная река. Потом река Амур. Вот она, собственно говоря. Ее особенность в том, что эта река впадает в Охотское море и, следовательно, в Тихий океан. При этом тоже является очень и очень большой и очень полноводной рекой Амур. По длине он не очень велик, а вот по своей полноводности он более чем впечатляющий. Одна из крупнейших рек России. Далее спускаемся к Китаю и видим величайшую, одну из величайших рек Китая, Янцзы. Она протекает как раз-таки по Великой Китайской долине. Вот она идет. Вторая великая китайская река Хуанхэ. Хоть ее и нет в заданиях, но вот ее я тоже показываю. Далее от нас просят показать реку Нил. Вот он, собственно говоря, этот самый Нил. Он течет по огромному расстоянию Африки. И протекает через очень многие африканские государства. Через Южный Судан, Северный Судан, через Египет. Часть, один из притоков идет с гор Эфиопии. То есть это одна из величайших африканских рек. Далее здесь же находится и река Конго, которая протекает практически по центру Африки. По центру экваториальной Африки. Поэтому это очень полноводная река. Кое-где ее глубина чуть ли не больше 100 метров. Это очень много. Далее вот она река Амазонка. Это величайшая река мира. Ну и, соответственно, величайшая река Южной Америки. Эта река настолько глубока, что через нее даже нет мостов. То есть построить через Амазонку мосты Бразилия пока что не рискует. Река слишком глубокая. Там глубина может спокойно доходить до 50 метров. Строить такие мосты практически нереально. Там надо каким-то образом строить тоннели или что-то еще такое. Пока что Бразилия этого не делает. То есть через Амазонку перебираются с помощью паромов. Это, конечно, не очень удобно, но как факт. Вот такая вот специфика у этой реки. И эта река, она настолько великая, что по ней океанские грузовые корабли легко доходят в самый центр Бразилии и центр Южной Америки, город Манаус. То есть вот это расстояние огромнейшее, с осадкой, порой до 30 метров, океанские торговые суда совершенно спокойно проходят по Амазонке. Это очень впечатляющий показатель. По Волге, например, там в среднем где-то 3-4 метра осадка. Всего лишь. Теперь сравните с Амазонкой, где 30 метров спокойно проходит. Ну и далее мы видим величайшую реку Северной Америки. Это Миссисипи. Вот она, собственно говоря, это река. В нее впадает и река Арканзас, и река Миссури, и река Огайо. Их много. Поэтому Миссисипи в своем нижнем течении очень и очень полноводна. Далее, второй вопрос. Что называют рекой? Постоянный поверхностный поток воды, который течет в промытом углублении русле. То есть, обратите внимание, это именно поверхностный. Есть еще и подземные реки, подземные воды. Они реками уже, так сказать, условно не называются. Река – это именно постоянный поверхностный поток воды. Третье. Что такое речная система, речной бассейн, водораздел? Речная система – это главная река вместе со всеми своими притоками. Именно они называются речной системой. Речной бассейн – это вся территория, по которой протекают все ручейки, ручьи, речки, речушки, реки, которые постепенно впадают в одну единую главную реку. Они все образуют речной бассейн. То есть, вся площадь, с которой стекают в одну реку все реки, образуют тот самый речной бассейн. У Волги речной бассейн просто впечатляющий, он очень большой. Водораздел – это определенная условная линия, которая разделяет речные бассейны разных рек. То есть, какое-то возвышение, например, те же самые Уральские горы, они являются водоразделом между реками, например, Урал и рекой Волга. Далее. По физической карте полушария определите, в каком направлении протекают реки. Амазонка. Амазонка, как правило, течет, ну, условно скажем, с запада на восток. Река Нил. Она течет с юга на север. Лена тоже течет с юга на север, как правило. Ну, в большей своей части, можно сказать так. Хотя, на самом деле, реки, конечно, очень извилистые, и Лена может иметь разное направление. Далее, пятый вопрос. Самые длинные реки Земли. Опь, Волга, Хуанхэ. Нет. Амазонка, Нил, Миссисипис, Миссури. Вот это, обратите внимание, Амазонка и Нил, это действительно две очень длинные реки, и Миссисипи вместе с рекой Миссури тоже одна из самых длинных рек мира. Лена, Конга и Янцы нет, так что правильный ответ Б. Шестое. Из перечисленных понятий, устье, бассейн, водораздел, приток, выберите те, которые характеризуют части реки. К частям реки, безусловно, будет относиться устье и приток. К речной системе будет относиться бассейн и водораздел. Далее, подпишите на контурной карте реки, перечисленные в задании 1. Ну, я их показал, где они, собственно говоря, находятся. Вам надо, ну, хотя бы как-то очень условно их нанести на контурную карту. Далее, отметьте границы бассейнов Амазонки, Конго, Аби, Енисея. Ну, очень условно обведите, и при этом в районе верхнего течения сделайте расширение. У Конго, например, практически вся центральная часть, практически во всем ее течении, она будет иметь свой бассейн. То есть, это очень такая полноводная река. Далее. Прочитайте два описания реки Енисей в рубрике «Стоп кадр». Сравните оба текста. Чем они различаются? Первый текст, он художественный, то есть написан человеком, который описывал Енисей, ну, такими различными, очень красивыми словами. Второе определение, оно гораздо более научное, содержит гораздо более точные факты и очень такие простые, понятные описания. Первое, это писал писатель, который описывал свои впечатления. Второе, это писали ученые, которым было необходимо передать максимально точные и четкие факты. Далее. Какие мысли и чувства вызывает тот или другой текст? Ну, здесь по-разному. Мне лично первый текст не понравился. Я не люблю те тексты, где всячески считающие себя особо умными людишки, начинают рассказывать, что вот в России что-то там не так и что-то там плохо. Вы сначала на себя посмотрите, а потом начинаете других критиковать. Так что второе мне более понятно и более приятно. Далее. Какие из них вы выберете для ответа на уроки? Разумеется, что для ответа на уроки лучше выбрать второе, так как здесь перечислены факты и более четкие описания. Подготовки к экзамену. То же самое. Второе. Составление устного сообщения. Опять-таки второе. Лучше брать более четкие факты. Не пытайтесь брать первое. Там много всяких заумностей, которые не очень-то и понятны простым людям. Написание доклада. И подготовка путешествия во время каникул. В общем, я могу сказать так. Так, абсолютно везде я буду выбирать исключительно второе описание. Первое, ну, прочел один раз и потом буду учитывать, что оно есть. И не более того. Возможно, это первое описание. Оно бы и привлекло меня просто как туриста посмотреть на эту реку. Но после этого привлечения я бы для прокладки маршрута использовал бы уже второе описание, а не первое.